здравствуйте здравствуйте и процветайте дорогие человеки земли мы находимся в теплице которая укрыта поликарбонатом и здесь у меня уже были проведены посынкование стрижка была проведена и снова посынкование сбор постоянно идет томатов созревших и сегодня 20 августа я продолжаю собирать томаты и вот такую вещь решила вам с вами поделиться и показать вот результат заболевания столбура были несколько вопросов в сообщениях и фотографии и я решила вот сейчас выделить этому внимание вот оно как выглядит растение такое вот измученные томаты уже сами по себе сухие были очень твердые жесткие невкусные абсолютно точно могу сказать это здесь у входа у двери вот сюда видимо и цикадка залетела и укусила где-то проколола листик а через месяц чуть более чуть более месяца вот как это заболевание проявилось что же это за заболевание я рассказывала об этом заболевании несколько лет назад когда показывала заболевание столбуром у меня в открытом грунте она уже проявилась где-то в последних числах июля в начале августа и конечно сбор томатов был печальным потому что они были жесткие твердые и даже по моему горьковатого вкуса откуда это берется и что это за заболевание я хочу еще раз рассказать потому что эта тема важная и в открытом грунте сейчас очень многие жалуются что томаты вот становятся такие листья у них и стебли какие-то продолговатые они еще раньше вот такое с ними происходило но не обращали люди внимание и оставляли надежде в надежде что все исправится все будет хорошо к сожалению не исправится потому что столбур это одно из самых опасных заболеваний пасленовых растений возбудителем этого заболевания является фитоплазма это что-то между среднее это между бактериями и вирусами вот такой микроорганизм создался фитоплазмы в отличие от вирусов не передаются семенами и не заражают другие растения соком или при вот если я посынковала или обрезала и вот этим ножиком или ножницами фитоплазма не передается и не сохраняется в почве однако откуда это все берется а берется это ой они живут эти фитоплазмы в корнях в корнях культурных растений на корневищных на клубни в их культурах а также на сорняках на корнях сорняков и у нас эти сорняки растут везде и всюду где-то в лесопосадках рядышком там каких-то у каких-то дорожек ну сами подумайте если это венок паутица асот подорожник паслен цикарий молочай это все есть в наших огородах мы и вокруг огородов и вот здесь именно зимуют цикадки и они являются основными переносчиками вот этой фитоплазмы но в последние годы очень активно у нас появились еще некоторые вредители которые переносят это заболевание это пеницы если кто-то видел замечал вот как сопли пена в мае месяце начинает появляться на листиках а внутри там одно а потом и два маленьких таких желтеньких беленьких каких-то таких скользких насекомых вот я их вылавливаю пену убираю и таким образом если только появляются где-то я вижу я их удаляю но кто еще обращает внимание на это да она вряд ли кто-то обращает хотя нужно этим серьезно заниматься но помогают биопрепараты эту популяцию убрать но не всегда еще и листобложки последнее время листобложки это тоже крестоцветные различные бложки такие которые пьют соки из листиков вот берут листики пьют из этого листика для того чтобы знать как бороться с этим вредителем приняли с этим заболеванием нужно просто знать стадии развития этих вредителей для пениц они заражают наши растения посленовые в основном это период май июнь потом они уходят на покой так называемый и готовятся к следующему сезону а вот цикадки это в большинстве именно они являются виновниками вот вот этого положения наших томатов которые заболевают столбуром в начале мая они вылетают из почвы вот почва прогревается вылетают они облетались набрались сил и где-то в середине июня рядышком с корнями вот таких этих любимых растений их вьюнки и подорожники и березки осот они откладывают рядышком яйца свои и только через месяц появляются личинки еще какое-то время они уже питаются соком корней и во второй половине июля они уже летают и вот такую шкоду делают пьют соки из разных растений там вот пользуясь вот соками питанием корней в которых сохраняется эта фитоплазма именно оттуда они берут она остается в них уже удочка внутри и потом они уже летая переносят вот эту фитоплазму и ее доставляют в листики естественно заболевание проявляется не сразу заболевание проявляется где-то через месяц через полтора именно тепличные растения можно сохранить от этих вредителей выращивая снова жира сегодня 20 августа 2018 года моим томатам уже не страшны укусы цикадок даже если укусит то после 20 сентября я думаю что уже здесь почти не останется томатов продолжаю заготавливать сушить делать томатный сок так что растениям в теплице не страшны уже эти укусы одно растение пострадало но вот это за три года впервые я такое увидела вот такая интересная и очень важная тема я ответила на вопрос по столбу самому опасному одному из опасных заболеваний которые переносятся с помощью фитоплазмы то ли вируса поле бактерии трудный вопрос и это заболевание не лечится это заболевание просто нужно найти способы чтобы получить ранее томаты и завершить сбор до середины августа месяца даже до конца июля с вами прощаюсь до следующего видео с вами была раиса горяченко вы на канале раиса горяченко дача сад огород и цветы желаем вам всего самого доброго здоровых растений вам здоровья мира и гармонии